Дамы и Господи, помилуй меня. Бесчастарский грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Благослови нас, Господи, вникнуть в словах твоем. Ты сам разъясни все глубины Духа Святого, как тебе угодно. Хвала тебя, отец Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Давайте, садимся. Сергей, где у вас? Сергей, где у вас? Готовящийся к крещению. Записывайте, вам это все сгонится. В четвертом томе «Открытым оком», это мои книги, там описывается, как беседовать с какими людьми. Мы беседуемся сегодня с оглашенными. Таких оглашают голосом в основании, как вернуть надо. Первое. Есть ли Бог? Большинство говорят, я Бога не верю, я безбожник. Живу как надо, зачем надо мной командовать? Это вы рабы Божьи, а я свободный. Это новое, которое сейчас разноверно называют. Значит, первое, самое главное, чтобы человек верил в Бога. Если он в Бога не верит, то тебя тогда отпадает. Зачем ему? Зачем ему добрые отношения? Хватает жизни, веришь, что хочешь. Поэтому, как разговаривать с этими людьми, и как разговаривать с теми, которые, вторая группа вели, не верят, что Библия от Бога. Вот это написано, да, бумагу в суперке. Ты можешь что угодно писать. От Библии имеет значение то, где вера. Второе условие. И таких вот разных причин, не веря в Бога, то есть путь в ад, на 24 ступени опускается. Если человек верен в Бога, верит в Святой Библии, все остальные отпадают сами по себе. Потому что иные говорят так, да я уже не один раз пробовал, только разойдутся библищи, у меня веры нету, я опять за старые дела берусь. Поставлю, что мешает? Грех. Часто говорят, Бог любит грешника, забывая поставить слово кажущего. Бог ненавидит грешника. Нет, Бог ненавидит греха, грешника любит. Как будто бы грех, это какая-то студия есть, тайма стаагельная, которая у него в ручке. Бог ненавидит, написано, и потопляет, и пожигает. Убивает, расточает и распыляет. Все это так. Поэтому Господь смотрит не на грехи, а как мы на эти грехи смотрим. Если у нас истинное раскаяние. А что такое раскаяние? Возненавидит. Под разными именами называют покаяние метаноэ, грамотно показать себя по-егрейски, по-гречески сказать. И видишь, вот я сколько знаю, люди этим занимаются, у них веры почти нет. Они другой язык берут, а в этом, по-русски, они что попало ворочивают. Особенно касается это женщин. Недавно я слышал одного проповедника, и он говорит, женщине дано вооружать, терпеть скорби. И она, когда первый заповедь исполняет, это он первое заповеди называет, я скажу, что священник очень известный. И поэтому на остальные правила ей не касаются все правила. Она может другое нарушать, потому что она воспитывает. То есть это новый, он наркоман растет, новый преступник. И поэтому ее не трогайте. Она еще напалит вам. Из дома выходить не будете. То есть я добавляю к этому. То есть он говорит явно не по Слову Божию. Поэтому первый вопрос, если Бог, докажите, что мне, что есть Бог. Вот мне говорят в интернете. Я говорю, зеркало есть? Есть. Посмотри на себя в зеркале и объясни, что такое. И дальше лоб, глаза, брови, язык. Откуда и что-то. Польше ничего не надо. А потом начнем пониже, до сердца. А потом до низа дойдем. До пяток. Тебе не надо искать никакие там экземпляры, в музеях. На себя посмотри. Как ты дивно устроен. Как у тебя пальчики работают. Который играет он у нас, Александр. Он еще барабанит. Ноги сами писать будут. А почему? У того, какое чувство было, ну, полное Сагинского, знаете? Или песня пастуха там на 2-3 играет. Как она трогает? Ну, страсти по Матпееву, по Иоанну, Баха, Себастьяна. Я не музыкант. Меня спрашивают, а можно ли? Я вчера один там всех набрал. Я говорю, можно. Ну, почему не послушать там Ветховена? А он говорит, а вот и начинает там Скрябина. Скрябин не нужен тебе. Он сатанист, настоящий. И еще называет одного поэта, одного музыканта. Я говорю, нет. Вы знаете, кого любил больше всего Гитлер? Какого? Вагнера. Вагнера. Кто ответил? Я. Правильно. Это не надо. Обойди. Тебя этих хватит, кого ты пересчислил впереди. То есть человеку нужно показать. А я все равно люблю. Я отошел. Я никогда не спорю. Я только сказал. И он не согласен. Я подорвался и пошел. Зачем? А думай, что я говорю. Будешь так делать, будет успех. Не будешь, ты сам увидишь. Поплывешь. То, что я говорю, испытано тысячелетиями. Итак. Доказательство Бога – это бытие всего, что есть. Это и медицина. Это биология. Это амитология. Монилогия. Это разум. Ну, любую измерюшку возьми. Любой из тектологии – это насекомых исследует. И нет конца и краю милости Божией. Если одна девка такая, насекомая, с крылышками, она 4 года выводится. Замерзает, а следующий год больше вырастает. Опять растаяла. Дальше. И, наконец, один день небо не видать застилает. Она должна совокупиться, отложить, родить и умереть в этот день. А где в природе больше такого нету? Одна девка называется. И так в любом случае. Я по птицам больше всего общался. У меня в руках и дятлы были, и пингвина только не было. А так перышки разные, все надо стало. Как красота. Сторазмерность, необходимость, и размножение, и питание, и прятаться от опасности. Ну, если это какая-то черная пантера, как себя прокормить? Какие гнезда делать, какие ноги? Ну, все премудро. Ласточка бьет гнездо. Где? Ласточка открыта, она у вас здесь, на иконе. У нас в храме, видели? Три гнезда. Ну, они сейчас закрыты, окна там, везде. А береговушка, она почти такая же, только хвостик неразвоенный. Вот мы где были, и там вымыла вода, и получилась стена не так, да, вот, а вот так. И они в этом вертикально уже дырочке там сверлили, гнездо, вот такое длинное там. А дальше там у нее гнездышко выводят, и такие же. Под землей, по-моему, тут не залетит. И ласточка туда не полезет под землю. Она с людьми поет вместе. А они прям рядом стоят. Хвосты, вы видите, какие? Какой пингвина хвост, этого. Павлин. Павлин. Да, павлин. Слово, павлин, это имя такое есть, павлин. Епископ был один павлин. Светоль. Какие перышки. Есть такой хвост, на который он опирается и не гнется. У кого это? Где отдел? Он на хвост опирается, и дальше лесной врач проверяет. Если только где-то пусто, он продолбит, а тут еще речка достанет. Язык липкий. Вот это, когда бегает, там, это, ящерица, ее проверяет, как. И муха сидит, и мухи нет. И никто не понимает, куда она делась. Она с такой скоростью выбрасывает язык, который пет раз длиннее ее тела. Язык сразу хватает, прилегает, ее сразу заглатывает, и ты еще фотографию только можешь показать. Кто ее так научил? И вот этот геккан, это единственная из такого мира, которая бегает по стеклянному потолку, не падает. Все прячутся на стекло, кровь ногами. Как? Это была загадка. Но когда изобрели микроскоп, микроскоп электронный, и оказалось, что у нее ножка раздевляется на 5, а это на 10, и везде она и состоит из... Тоте, когда вакуум создавать, нажал, и там, наконец, у нее может быть сотни-две на каждой лапке. И она бежит, хлопает, и везде все прилипает. Прилипать, если нещем, пустота. Возду давит. Поняли, что? Она создает вакуум, когда нажимает. Кто это сделал? Ну, а хамелеон у меняет окраску в зависимости от обстановки. Посмотри, есть такая крачка, она живет на Южном полюсе. Какие холода. И она летит полностью через весь земной шар на север, и тоже там, вольтах, делает гнездо. Там выводит и летит опять туда, чтобы там жить. Зачем когда-то такая же обстановка? Та же самая работа. Тебе нравится? Работу меняешь. Крачка ты, больше никто. Сиди на этом месте. Людям мешает принести покаяние и раскаянный грех. Сатана, зажимай человека. Это все так делают. Им говоришь, вот был такой священник, Дмитрий Смирнов. Видели такой? Да. Собидный. Он об этом говорил. Забота о ребенке должна начинаться не с рождения, а с защития. Ну, и так понятно. В Российской Федерации за время перестройки 120 миллионов абортных. По официальной статистикам. Миллион. Каждый день 20 тысяч абортных. А раскаяния в этом нет. У нас тут была, вот, Завьялова. Бабушку она взяли ухаживать. И она работала в абортисе. Я ей доказываю, что эта смерть убивала детей. Ну, раз не нужно. Да и ребенка-то нет, это биологический материал. Если в этом нет раскаяния, раскаяния слезного. Сатана везде будет препятствовать. Не допускать до крещения, не допускать до слушания Слова Божия. Бывает так. Жена сама виновата, а мужа в этом подозревает. Он знает, какой грех. Поэтому тут надо быть по совести. Грех, где угодно, был. Так он большой пост занимает. И что, большой пост занимает, ему грех разрешен? Настолько он и сложнее. Настолько труднее ему будет. Если вот это не будет таким, как говорит об этом. Вы готовитесь к крещению. Я даже не спрашиваю, верите ли в Бога. Если не верите, зачем вы тут приехали? Просто поработать, принимая. Противоречий у вас никакие быть не может. Тут я вам докажу, что Бог есть. Даже в том, что вы здесь. По милости Божьей. И что Библия, Слово Божие, доказать надо вам или нет. У нас материалы обширные. Паник там, Иван Петрович, 40 лет отдал этой теме. Он там эти исчислял. Я, допустим, одно предложение, в нем гласных делится на 7. Каждая буква имеет цифровое значение. И общая сумма берется на 7. Он все это доказывает. Материал у нас это все подобное в четвертом томе есть. Надо только у кого с собой. У кого с собой эти планшеты или как назвать ноутбуки? Есть, есть. Есть с собой ноутбук. Ну, это одно и то же, или нет, я не знаю. Ну, одно и то же по смыслу. Ну, ладно. Значит, мы говорим сегодня о том, кто идет к окрещению. Какие качества должны быть? Два главных. Вера в Бога и вера в Святую Библию. И Святую Библию, это в узкий перевод, все на данные. Лучший в мире перевод за 2000 лет. Если у тебя сомнения, я могу отдельно показать. Везде один человек переводил, это 4 духовные академии. Двое из них, которые принимали на рассмотрение, Филарет Московский митрополит и Алтайский архимандрит Бакарий. Как его фамилия? Глухарий. Глухарий. Хорошо, знаешь, не считали его? Реально. Его за это дело, за период засыпили и он умер. С ним обращались очень грубо. Это, так дальше, это не патриархия была, а синод. Глухарий. Да. Нам Бог дал это счастье поверить. Дальше остается у нас 22 типа людей. Если первые два есть, с остальными легко расправиться. Тем более у нас Слово Божие, это любимая тема. Тем более мы по Слову Божию докажем события сегодняшние, вчерашние и последние. По Слову Божию мы покажем, жизнь твоя идет нормальная или ненормальная. То есть никаких психиатров не надо. Они есть, может быть и нужны, но у нас они не нужны. У нас все мы даем на то, что Бог сказал. У Библии три названия. Какие? Кто назовет? Слово Божие. Так, какая? Слово Божие. Так, второе. Это авторство. Откуда? Бог, Слово Божие. Святая Библия. И третье? Священное Писание. Священное Писание. Священное. И Библия везде, во всех языках, стоит Святая Библия. Просто Библии нету. Галлиган Библия, Холли Байбл. Одинаково везде. Святая Библия. И поэтому я когда отвечаю Библию, впереди слово Святой стоит. Библия Святая. Бог говорит о прошлом, как местопорем был. Бог говорит о сегодняшнем, как мы живем. И Бог говорит о будущем, которое принадлежит пережить. Может быть, кто-то из вас доживет. Я имею перед вами преимущество то, что не доживу. А будет такое, что наши святые говорили мыслим, что и нам будем стоять. А они к этому готовы. Когда у вас будут вопросы, вы отдельно где-то на бумажке или где-то. А уже не позже субботы, каждый ответит на вопросы в Крестном Православии. Там написано, какие вопросы будут задавать крещаевые. Приблизительные. Дальше этого никто не пойдет. Итак. Доказательство Бога. Все, что мы видим и что мы слышим. Что сезаем, что щупаем. Вот какое. Что нюхаем. Пять органов чувств. Все говорит о величии Божьем. Я вот родился в этой местности. Отец был пастух. Я все с детства видел там. Каждая травинка мы знали от кого, от чего и как из нее сделать пользу. Из камыша мордушки делали, рыбу ловили. Ничего нет. Я благодарен Богу, что я родился не в богатой семье, а в бедной. Меня с детства приучили заботиться о себе. Экономно с другим. Она с ней была. Сорвала и урон так. Я вот пошел, сейчас нашел 10 маленьких. Я действительно поделился. Съел один. Кого поделись. А сейчас посидим, у нас перерыв будет. Пойдем собирать, как назвать, ее рука вроде бы. Рыбят. И хорошие два куста у нас есть. Не любитесь досыта. Это я кое-что пришел. Летаю туда сказать. Вот куда мы не глянем, просто, видите, сколько. А от чего они? Из чего? Из пшеницца. А где пшеницца? У Игоря Напашечника. Вот мы ходим рядом. И когда мы идем куда-то купаться, мы в конце поля останавливаемся и молимся за него. За веленый Гладыщук, зятя Андрея, который развел там ферму. И соседней деревне, Андрей Евгений Долгов. Он как бы не верующий, но не против. Но он всегда нам помогает. И мы о нем молимся. И жена его от Али. Я говорю о том, кто вникнет, что будем говорить дальше. Будем разбирать все вопросы, какие у вас есть. Мы должны научиться мыслить. Остальные мысли просто душить. Какие горе из священного писания. Бог так говорит. А почему? Потому что я верующий. Это надо... Даже я слушать не буду, кто будет говорить по-настоящему. Время буду тратить. Неверие ничего не дает. Кроме того, чтобы заглушить страх Божий. Я все делаю, ничего мне не будет. Он такой. А завтра еще и текнуло. За живот ухватился. Испомните, на патриарших кудах, там Валант, когда беседуют с Берлиозом. Ну, человек должен обдумать свою жизнь хоть на малый срок. Ну, примерно на тысячу лет хотя бы. Человек сам себя устраивает. Неужели он... У тебя этот... Ну, знает что-то. Ты сам устроил. Да раз. Лечение не помогает. И уже он деревянными ящики, которые сжигают. И никому не нужен. Неужели он сам управился? И мы своей жизнью не так управляемся, как хотим. Как Бог удастся. Здесь была пустыня. Таких деревень в то время было на Алтайском крае только 360. Полностью разрушен. Недого человека нет. Да, дом наш стоял, вот он рядом, который сожгли. Пожар даже в Кочине, видать, был 16 километров. Итак, вы верующие. Сам себя сумел убедить. Я верю в Бога, Ему поклоняюсь. Я верю каждому Слову Божьему. И по Нему Он будет судить. Я не хочу быть осужденной. И нужно научиться мыслить, категориями священного писания. Такое пора за себя запомните, запишите. Не просто умом блуждать, как о Святой Троице, да как этот Бог, Отец, Бог, Сын, Бог, Святой, а на самом деле один Бог. Говорит, три Бога. Не три, один. А как? Не знаю. Никто не знает. Ни один не знал, он бы знать не будет. Неслияно, то есть они не слияются. И не раздельно. Вот, ну, далее ответ святые отцы. Чтобы верить в Бога, надо иметь милость от Бога. Господи, веры нет. Помоги моему неверию. Он сказал, веришь ли? Он говорит, верю. Помоги моему неверию. Но если веришь, какое я не верю это? Ну, маленькая вера. Почти ничего нет. Милости Божией. Считай. Вспоминай. Милости Господни. Вспоминай, считай. Всех до единой. В сердце сохраняй. Вспомни, как мудро поступил. Выдивляйся будем, что он солнце хранил. Что он сотворил с тобой. Как мы оказались под одним потолком, под одной крышей. Мы рассуждаем о том, о чем будет говорить весь мир в это время. Люди будут искать Бога и Библию. И никто-то, не старики, а юноши. Полные сил. И не найдут. Как они будут искать? И это постучаются. У нас тут верующие есть, я так так полагаю. А у них Библия есть. Нету. И пойдут дальше. От моря до моря будут ходить. Мы-то совсем рядом живем. То, что сейчас уже опробировали на одном надеваре. Это только начало. Еще 28 заходов будет. 28. Там 5 марта. Житие Святого Конона говорит. Так что не расслабляйтесь. Я буду говорить некоторые фразы, которые непонятны людям. Бог никогда никому и ничего не может простить. Запишите себя. Бог никогда и никому ничего не может простить за так. Самая главная фраза за так. За ничто. По милости Он Бог любовь и прощать Него не может простить. Не может подчеркнуть. Почему? Это его свойство наказать. Откуда вы знаете это? Римлян 6.23. Римлян Рим. Вот рай, сад какой-то. Ну, зашел Адам. Ну, ничего же не знает. Он нигде не был. В командировке не ездил. Машины не было. Мобильника не было. Ну, какой он Адам-то был. Он как ребенок маленький. И теперь обольщенный женой, который змея обольстил. И дал ей другое направление. Возьметь за грех смерть. И в этот день, когда Ева вкусила, вся природа сделалась смертной. Пчелы, которые бессмертны были. Крокодины, черви, клопы. Все сделалось смертной. Смерть накрыла грехи. Ты не думаешь, что я его думаю. Это Библия говорит определенно. И умерла уже от этого греха, который я больше 100 миллиардов. Можно записать. Более 100 миллиардов умерла за Адама. И написано, водами все умирают. Библия. Водами все умирают. Из-за Адамового греха. Даже сейчас тут сад у меня. И залез ребенок. И сорвал один плод один. Я сейчас не буду делать. Я скажу, ты рубашку бы так сделать, я наложу побольше сюда. Маньки-ваньки, там эти все же за мной. Возьметь за загрех смерть. Точка запятой. А дар Божий. А дар Божий. Жизнь вечная. Во Христе Иисусе. Это один стих. Дар Божий. Жизнь вечная. Во Христе Иисусе. Бог открывает сейчас наш величайшую тайну. И дальше написать. Как водами все умирают. Как водами все умирают. Так во Христе все оживут. Вот в это поверь. Заучи и наизусть. Постоянно. Смотри, где это написано. Что-то я не назвал. И ты увидишь, как тьма попятится от тебя. И ты поймешь, что сатана тебя выгонял отсюда. Он тебя не допускал уже сколько лет. Повторяю. Если есть стремление, я не вижу дочери вашей здесь. Могли мне сказать. Я же рядом здесь. Вы бы сказали. Я бы встал поперек. Сказал, иди, дочка, сюда садись. Вы будете ей все рассказывать. У вас силы этой не будет. Что я говорю? Она может вам не поверить. Я говорю. Это одно дело. Другое говорит эти слова. Они мертвы у него. Генри Кисель жил. 99 лет. Я посмотрел еще раз. Какую жизнь больная. И вот сейчас мы... Я родился в старобряжской семье. У меня дипломатия есть такая. Когда сошли на берег, сошел корабль, стоял на рейде. Венство с Латвия. Кто видел, ролик называется 52 года пути. Я. О, многие видели. Видели? Хорошие. Плакал вместе с вами. Мусульмане даже плачут там. Я рассказываю, как меня Бог там нашел. Представь, старобрялся. В 50-никах. Что там сравнивать? Ну, они соединены в 2-3-е. И потом Господь приводит церковь. Церковь русскую православную зарубежную. И называется Свободная Церковь. Так она называлась. Где мы сейчас и находимся? Хотя нас толкают, говорят там. Тут уничтожили все приходы. Меня это нисколько не касается. Я только из Министерства юстиции приехал. Вчера. И региональное, и общефедеральное. Мы по-прежнему там находимся. Митрополит Марк. Я к примеру говорю. Это тоже дипломатия была. У меня брат Аким, он через меня пришел. Тут загадка в интернете есть. Кто является и отцом, и сыном? Он для меня по-духовному отец. А возродился от меня и является сыном. Батюшка нас. И как говорят, а вы баптиста признаете? Я говорю, признаю, у нас один баптист только есть. Это батюшка. Слово баптист означает креститель. Жон Баптист. В английском. Баптист. А батюшка креститель, он самый настоящий баптист. Православный баптист. Это большое звание. Водами все оживут. Христос, а запишите, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец, с большим буквами, Агнец, ягненок. Можете в скобку записать. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Оттян 1, 29. Гех мира. От Адама, от Адама. И до последнего, до последнего человека. А если бы была одна галактика, я не говорю земля. Если бы обнаружили сотни таких еще обкультуренных, сказать, земель или шаров, и тогда хватило бы жертвы Христа. Он умер за грехи. И за наши. Вот почему Янгер Златоуз говорит, усваивайте то, что написано. В меблии 77 книг, знаете? А 11 из них неканонические. У протестантов 66 книг. Все надали перевод, все правильно. Но 11 книг они вырвали. А правильно ли вырвали? Неправильно. Потому что собор установили эти книги и считают. Кроме третьей езры. Просто сами увидите, как это. Нам Бог открывает эти тайны сам. Не мы умом своим открываем. Господь. И Он нам покажет прямо, конкретно, какие билеты дают, когда заранее готовишься. Он дает нам билеты сегодня, в которых написано, какие вопросы будут на суде Божьем. Прямо написано. Билет такой-то. То-то, то-то себя будет спораживаться. 25 глава Евангелия от Матфея. Экзамен Божий. Напиши. Отдельно посчитайте. Там написано в одном стихе. Пойдут все и в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. В одном стихе два раза слово вечное толкует о них. Жизнь вечная. А дмитрий со седьмого дня свидетель Югова. Да так. А что в муку вечную? Я тоже сомневаюсь в это. Я не скрываю это. Но я всегда буду говорить, что вечное. Так написано. А слово вечное имеет многообразие, очень большое. Увы до одного дня сужается. И так мы предстали перед судом Божиим. Мы верующие. Не верить нельзя. Какие растения? Как на пользу человека? Как человек устроен в разбежку? Вот человек, все, окулист. Все. А ты можешь печень лечить? Нет, это терапевт. А если человек у сердца, о, там другое. Там другой врач. А ухо, горло, нос. Это еще один врач. То есть с соплями разбирается пять лет в институте или шесть. У них шесть лет. И все до конца не дошли. Как-то едем дорогой мы, я покойно говорю. Ну, я не знаю. Вот отгадаю, что у меня в руке? Вот я вот такую сумму в карман. Достать. Разрешается три раза, два раза ошибиться. А третий раз еще шалбачий в пол. Что у меня в руке? Вопросы задавать можно. Два вопроса, а третий ты должен ответить. Так. А живое или не живое? Как сказать, движется, но не живое. Движется, но не живое. А как оно может двигаться? Вопрос. Ты хочешь третий вопрос задавать? Давай, я тебе его сначала щелкну. Ты тогда еще вопрос задашь. Само по себе движется или под тяжестью? А вот вопрос начинаете. Дальше. Вопросы какие-то. А у каждого человека есть? У каждого. А люди ценят это или не ценят? Не ценят. Платят деньги, чтобы не было. Но как только у него не станет это, он платит в несколько раз больше, чтобы было. Вот. Что у него такого у меня в руке? Я сижу, в поезде едем, я кулак зажал вот так вот. И загадка всему вагону. А вы знаете человека, у которого нет, знал? Так она деньги все тратила на то, чтобы было. А когда было, она не знала, как избавиться. Интересно? Я с тобой разведусь. А после этого рыжийщик по вазам, ночью жжем ищет. А у меня в полоте это не жена, а что-то еще есть. И вот начинает так. Ну что ж такое-то? Само все-таки. Недвижимое и движимое. Загадки серьезные, да? И вот друг к другу, ты как думаешь? Советуется. Сух сказал, уже засчитывается. Ошибка. Плохо отмечаешь прямо в живот. Это делай так, мы этого не делаем. Ответ неверный. Вот когда допрашивают, я ответил, он не так, что вся у разлета следователь бьет тебя под дых. И все. Ответ неверный. Когда человек выпытывает что-то. Что у меня в кулаке? Надо уметь загадку загадать, чтобы она была дешевая и интересная. И человек начинает ворощать там шурупами, если они у него есть. Ну. Часы. А что такое? Нет. Сопли. Оп. Не говорите. Нет, нет, ты тут уже вошел бану, где делал. Это я вам до разрядки посылаю вопросы такие, чтобы вы подумали, как мы выключаем застроение. И это по будрости Божией. И который человек не может за этим следить, его обзывают. А что у него нету этого, никто не знает, он один страдает. Вот еще что важно. Ну что, твоему-то сипу сейчас, а? Сердце. Ну как, в кулаке у меня сердце может быть. Голубушка, ну что ты? Ну так сильно зажмешь, оно ж крутирует. Ну в мультике у меня. Вот его нету, сейчас люди деньги платят. Отходят, заплатят денег-то нету, она взорвала пуля. Эту загадку вы уже загадывали, я читала в интернете. Видео смотрела. Знаешь, тогда помалкивай сиди. Это видео есть, вы уже выставляли этот вопрос. Так, молодые люди, так где у вас читают? Я не всех вижу, знаю. Еще-то на одном, а вот он рядышком сидит. И что такое в руке у меня? Ну я уже услышал что-то, знаешь что? Интересно? Это на разгонке ума, пока не будем разгадывать. Будем на вас подумать. Итак, дальше начинается, что Библия. Мне нужно доказать, что Библия от Слова Божьего. Доказывается математически. Я по-другому отвечаю. Да я знаю, фамина работу, сколько 40 лет он отдал профессора. Все делится на семерку. Я отвечаю по-другому. Мои доказательства проще в тысячу раз и надежнее в десятки тысяч раз. Чтобы поверить в Слову Божию, Господь сказал ответ. Кто хочет знать волю Божию, тот исполняет. Начни исполнять указанное Богом и ты поймешь. Это от Бога. Я таким путем шел. Мне нравится учение конкурсии. Я изучаю все и я конкурсиан. Я вижу вот здесь мудрость человеческая. Мне нравится что-то еще. Ну, примерно сказать, там, противоборствующее. Я беру, иду на работу, три топи коленя на собой беру. Сравниваю, смотрю. Я вижу, будет мудро, глупо. Ну, это все человеческое. Сначала читать Евангелие. В первые же минуты это то, в чем я искал. В 23 года мне впервые Библию дали в руки. 27 сентября. В 62 году, в 17.00, там у меня была остановка. Как будто корабль сел на мель. Обычно говорят, так, ну, вы поверили, значит. Обычно болеет человек, в семье покинут, ему помогают, он к ним привязывается. Я на корабле работаю. Процентов никаких там не принимают, только 100%. Даже с маленькой где-то ты, все, ты там не нужен. Зачем? Кто тебя там лечить будет? Там волны морские. Там шторма. Вот есть такой маленький документальный фильм. У нас это шторм. И, кажется, музыка Вагнера как раз тут есть. Как он поднимается на волны, потом уходит, одно мачто видать, и опять поднимается. Но удержать только против волны надо. Доказательство это начни жить по ней. Другого, более мощного доказательств нет. Кто хочет исполнять волю мою Господнюю, тот узнает от себя, я говорю, или от отца моего. Практика. Считай Библию и сразу включай. Сегодня я поступаю вот так, как написано. Вчера я поступал так, сегодня больше этого не будет. У меня это произошло в течение полчаса, пока хозяева в той комнате обедали. И когда они зашли в комнату, у меня только одно желание. Встать на колени. И когда встали с коленой, там, где я был, на то место я велся. Вот потом с ней поговорите, или сами посмотрите. Нет человека, который смотрит. Я там документально приехал, книги отдавать. Я там на колени. Я там перед Богом называю мою душу. Я говорить не мог, у меня Богом схватило. Я по два слова мог кое-как сказать только. Что я тут получил? Вся моя жизнь передо мной. И тех людей нет. Я привез рассчитать все книги, Библию. Их нет, но они умерли. А я не знал, что их уже нет. И дома того нет. Так? Как Бог делает? Мне дал Бог пережить это. Другой человек хороший, молится там, епископ даже. Он считает это. Я говорю, как, тронуло митрополит. Но у вас, у меня этого не было. Я просто, бабушка верующая, она меня за руку вадила в храм. Потом я в алтаре прислуживал. То есть, он говорит то, чего в Библии нет. Нигде нет, что ребенок в алтаре прислуживал. Там называется встреча со Христом. У меня была встреча со Христом и рождение свыше. И в этот же день я получил крещение Духом Святым. Православные вообще это понятия не имеют. Для меня жизнь стала абсолютно невозможной в вчерашнем темпе. Я на корабле вернулся в эту же вечер. А там блок, в русский катерок, привозят и увозят, которые в город идут. Я только борта, а не дырявая, чтобы вода вытекала, которая называется фальшборд. Только переступил и первому матросу, говорю, живем неправильно. Христос обер за нас. А учились в это время в высшем марифонном училище. Я все, как сейчас обе комнаты, 14 человек на одно место. 14 человек. Господи, я не могу вас повернуть даже, вы все уже. Улетала, глаза закатила. Да вы даже ее как будто бы нету. Она все время умрет, еще останется в руках. Никакого желания нет рассказывать. Вы сразу куда-то туда, до покраснения. Это страшное состояние. Для меня ничего нет, Христос. Заговорили, Исаак не тот. Ученнейший человек. Только слово Бог произнесет, шляпу с раду долой. Почему? Бог говорит. Бог говорит. Вот так научитесь реагировать. А это на него посмотрело, и уже все потекло. 14 человек конкурс. Это значит на одно место 14 претендентов. И я его прошел без задержки. И сразу добиваясь разрешения сдать 3 курса за год, по выбору комиссии на одном из трех иностранных языков все предметы. Непонятно, что я был, я говорю, не кощегаром отвечаю, а душе пустота, я ее ощущаю. Это знание, трудолюбие, это все сказалось. Когда я взял Библию в руки, я понял, у меня ничего нет. Я умру сегодня, и что со мной будет дальше? Нужны эти мои кому-то знания. Вот и все. Нужно одно – примириться со Христом через жертву. Иисуса Христа, он умер за меня. И кровь свою пролил, страдания на кресте меня он искупил. У Бабтистов есть такое песнопение. «Зайдем на Голгофу, мой брат». Там постный Бога Мессия распят. О правде святой проповедовал. Он больных исцелял. А теперь он казнен. Пойдем перед ним. И словом медленно хорзом. «Зайдем на Голгофу, мой брат». Зайдем. Он жаждет. И жаром ланиты горят. Он жаждет, и уксус того подают, чьи реки живые для мира текут. Пойдем перед ним. Зайдем на Голгофу, мой брат. И дальше говорится. Как он страдал. Куплет за куплетом мы каждый раз зайдем на Голгофу, мой брат. И пойдем перед ним. Советую послушать. Она поется в разных вариантах. Мне это позволило увидеть тот вечер, 27 сентября 1962 году. Я советую внимательно прослушать это песнопение. Поверить, что ты смертный. У тебя с вами будут говорить. Кто из нас раньше умерет, я и его. У меня есть естественная смесь. Скорее всего, кто старший, кто дымает. Вот это вот ваша тропа. А вот это моя. Я иду в голову, где у него локоть там. А вы идете вот здесь. И каждый день. Авария на дороге, сердце, пожар, отрава, хулиганы. Никто не знает. Но судя по тому, что я слабо вижу, плохо слышу. И так, и это относится к духовной жизни так. Человек уже умер. Стань спящий, воскресни измертых, Освятить тебя, Христос. Вот когда так будем думать, Каждый день последним считать, Тогда разговор будет только один. Благодарение. Я день прожил. Я каждый день прошу. Вот у меня операция была. Предсказание о последствиях. Самое черное предсказание. А после операции. А я все еще живу. Я каждый день пользуюсь святой водой. И говорю, Господи, если угодно, Продри еще на ней. Для того, чтобы быть с людьми, И рассказать о Христе. Рассказать не по книжному только, Но и по жизненному. Как это было. И так. Вы готовились к окрещению. Библия говорит, не буду спрашивать, Знаете или нет об этом. Люди обратились к апостолу Петру. Христа распяли. Такой момент, что стали говорить, Он воскрес, а его никто не видел еще. Еще жив-то. Что нам делать, мужи, братья? Вторая глава Денья Апостола, 38 стих. Вы записывайте это. 2.38. Что нам делать теперь? Мы Христа предали. Воины, нанятые римские, Забивали гвозди. Он смотрел на нас. Мы видели, как он умирал. Теперь-то, что нам делать? У вас почему этот вопрос не возникает? У меня этот вопрос все время крутился. Я в то время верующий был, с детства. Старобрежская семья. Я никогда дня не жил без Бога. Но что я спасусь, Меня никто не мог убедить в этом. Я не делаю, что люди делают. Ни блудник, ни вор, ни разбойник, ни матершинник. За 83 года я не роман-то не страдал. Но я твердо уверен, что я буду в аду. Ад. Гиена огненная. Я видел книгу лицевую с картинками. Мне не надо это было. Я каждый день это ощущал и плакал. Зачем я родился? И когда стал изучать математику, Я понял, что здесь молекулы. Если всю Вселенную разобрать по молекулам, Все равно конец будет. А здесь никогда. Мама говорила одну фразу. Ее нет в Библии, но по смыслу она есть. Бог сказал, терплю до конца. А буду мучить без конца. У меня только оно было. Зачем я родился? Я отдельно где. Три года я уйду, плачу, болюсь. И сказали тебе, мне легче, Но я буду в аду гореть. Меня никто не мог убедить, Что я могу спастись. Вот у меня преимущество перед другим. А тот ходит, я в церковь ложу, Свечку ставил. Я в церковь не ходил, Свечек не ставил. Тержаки, старобрядцы. В церковь они свою и не ходят. И Бог дал мне это счастье услышать Прямо из Евангелия. Петр отвечает, покайтесь, запятая. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. В воскресенье вы выйдете, как будто только что родились. Понимаете, вот человек, если я раскаянен, какой-то грех несет себе. А это, как правило, женщина, это аборты, Мужчина, там бывает измена, там воровство, еще что-то. Он никак не может понять, что наступил момент принятия Христа, чтобы он за меня умер. Он занял мое место. Я преступник. И он говорит, поверь, что я умираю за весь мир. И ты в том числе. Он умер за весь мир. За то, что он ведет свой себе. Он умер за меня. За меня лично. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Вот это притяжение, подвиг на себя, дает тебе ощущение любви. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причисто смыть молю. Да, смыть молю. На голову, на распятие. Вот так поется. Иисус идет, струй кровью, по дороге из рана льет. И так каждый крестит в своем месте Иисуса Христа для прощения грехов. Ты обытый. Но дальше жить у тебя силы нет. И получите дар Святого Духа, священник помажет. Но это внешнее. Может еще и не быть. Ты абсолютно другое делаешься. Вот я когда встал после молитвы в 60-м году. Молитва была не больше полчаса. Я на себя, я как бы вижу себя. И тот, и это абсолютно разное. Я, который стал, и тот, это живой и мертвый. Повторяю, я ничего не делал, в чем люди, что делают. Я ни одного матрища не сказал за всю жизнь. Бог так меня хранил. Сохранил меня от того, что не нужно. А что было, я попросил прощения. Я против воровства, но два раза своровал в жизни. Последний там кто-то трактор оставил. А мы подошли посмотреть, а там щипчики лежали, пассатижи. Я их стиснул. А теперь-то, когда я стал разумеет, как он пришел, шапен открыл, нету. А ему далеко, как гнать-то, технику. Он оставил, уехал в колхозную. Я бы мог обойтись без нее. Я эти пассатижи передо мной стоял. А мне было уже лет 8, я большой был. А потом было так, когда на лыжах, самодельная лыжа, а вот тут так застегивать, завязывать. А тут приехал директор. Ну, не директор, а учетчик был. И с моим отцом сидят в комнате и выпивают. А у него новая сброя. Второе, еще свешиваются эти, ну, там, что у него здесь, бляшки эти. Застегивать можно. Мне они как раз и нужны на лыжи такие-то. А ему они болтаются. Я реквизировал их. И куда деть-то? Когда руки-то взял, я испугался. Залез голубя, в гнездо голубинное подис положил. Они там изгнили вместе с пряжками. Я их не надел, нет, я боялся. Ну, вот два раза было. Я должен сказать, господи, простите. Кого даже не заметил, что они не пользовались никак. Просто для красоты не сели. И Бог все на память привел. Покатись. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Ты должен сказать верую во Христа. И Бог даст Духа Святого. И Дух Святой будет руководить. В жизни нужно только два момента. Первое. Родиться свыше. Новую жизнь получить. И второе. Быть Вадимом Духом Святым. Это проверить себя. Так это или нет. Если этого нет, то ничего еще не начинал. Родиться свыше. Третья глава Евангелия Атехана. Речь с Николимом. Рождение свыше. У православных на эту тему сегодня может один-два проповедуют. Остальные не знают и не проповедуют. А это центральный момент. А без веры угодить Богу невозможно. Без веры. Я это делаю во имя Христа. Я поверил, что Он мой Спаситель. И дарует прощение грехов. И к хрещению обывает. 22.16. Запишите деяние. 22.16. Епископ Анания пришел к Савву, когда он ослеп. Ему видение было. Говорит, брат Савву, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. Омой. Стихтанты верят. Обещали Богу доброй совести. В крещении нет прощения грехов. И в аптисе все остальные. А тут прямо написано. Встань, крестись и омой грехи твои. И вот кто будет вас принимать в крещение, вам в двери в рай открыты. И мы в этот день, мы попросим вас, попросите Господа Бога послать нам денежки, издать книгу. И что у нас пожертвование, мы все это раздаем бесплатно. Недавно вдруг обнаружилось, что у меня Новый Завет кончается. Это побудило нас заботиться о переиздании, третье переиздание. А я научно, опытом жизни, книги прятаю в разных местах. Всех расспрашиваю. Мои книги есть? Нет. Книги есть? Я привез все. Но вижу, остается совсем мало. Поэтому так. И вдруг он говорит. У меня книги ваши нашлись, трехтовник. Да что ж ты молчал-то? Ну, теперь привез. 48. Ну, 48 экземпляров, это что-то. Если по 5 тысяч, это уже деньги будут. И поэтому, которые сильно просили, а можно было брать только полным комплектом книги, занимаются деньгами сестра Елена, которые мне, которые изданы будут, она сейчас посылает там за деньги, эти вернуть, которые сегодня, они не тронутые, для того, чтобы я мог этими новыми заветами, по своему разумению, то есть дарить, новорожденным дарю, новобрачным дарю, ну, в разные организации, где бывает, так сильно нужно. Из тысячи экземпляров первое издание. Я не могу сказать, сколько разошлось дару. Вот второй экземпляр, когда вышел, уже спитые фотографии были. И 700, примерно, 50. Три четверти бесплатно розыгранных. Это библиотеки мира, правителям, священству. И остаток 250, которые продаются сейчас, помогая этим изданиям, чтобы вы знали, как дело идет. Сегодня один кто-то из ваших подходил. Деньги, говорит, есть, и как передать? Передайте, у меня адрес на сестру Елену. Она собирает. И тысячу экземпляров сегодня обходится почти в 5 миллионов рублей. Миллионов. А думали издать 5 тысяч, это на 25 замахнулись. 5-25 нам не издать, но хотя бы один. Потому что чем больше экземпляров, она маленькая, подешевле делается. А кого разве это так? Хрущев говорил, когда речь, сейчас проставляли 1 миллион 200 тысяч экземпляров. И правда ни газеты нет, ни Хрущева, ни страны нет. Так, вот это вам первый урок. Заняться, проверка себя, веришь ты или не веришь. Что будет суд Божий, что ты из праха воскреснешь. Голый, ничего на тебе нет, человек. И будет спрос от первого дня рождения до последнего дня, когда ты вздохнул и закрыл глаза навсегда. Вот это надо помнить. Помни последнее твое, последний день. И вовек не согрешишь. Серахал говорит, если ты на Бога надеешься, то Он все тебе даст. Но мне я могу подводить итог и скажу, ни разу нигде меня Господь не забыл и не отбросил. Вот даже вчера мы ездили, прям с одной организацией в другую. До того у меня обидно. Времени нету, толком не рассказали. Мы нещемся, ничего нету. Остановились не там. Теперь разворачиваться надо туда, дальше, куда бы хотели еще. И наконец вернулись, успели в богослужение. Это вот брат Николай Георгиевич сотворил. Давайте прослушаем. Давайте. Вот отсюда, с этой стороны. Все, полернуться надо, надо. А раз мы эдутируем петь. Давай. Давай, давай. Есть место есть, Господь Чудес. Посмотрите, как одеты. Без платков. Там где-то платки вот здесь вот подвязаны только. То есть целомудрия никакого нет, они этого не знают. Это все иеритики, сектанты. Так, чтобы верующие, вот так вот все это, это никогда не было. Это вы сами посмотрите на изображение, на иконы. Дальше показывают мужчины, 100% бритые. Обязательно вершине пуговица должна быть расстегнута по-масонски. А тут можно задернуть на руку, мой брат. Ну-ка, посмотри. Интернета нет, долго скачивают. Ага, это надо скачивать. Ага, это же скачивают. Ну ладно, услышали. Я много там был, много слышался. Есть такое, поюте есть место есть. Вот эта песня эта. Это она самая есть? Есть, конечно. Я ее заказывал в первый раз. Есть место есть. Господь тебя зовет. О, поспеши войти. Есть место. И последний раз, последний, говорит. Господь зовет. Поспешим. Настанет день, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места нет. Затворены врата. Это нельзя перенести с этим верующим. Я заказывал у них там, когда сидишь, записку пошлешь, поют. Я никогда не мог без тебя слушать. Для меня, ну, у кого есть какой заказ, там они заказы принимают, поют хористы. Ну, я где был баптисты, ну, это какие-то новые секты. Ну, это тоже баптисты, скорее всего. Тоже баптисты, скорее всего. Тоже баптисты. Ну, они заверена большая разница уже. Когда я знал, сейчас даже сравнивать нельзя. И там они в штанах ходят, и крашены, и все-таки. Есть место есть. А потом нет места нет. Затворены врата. Вас касается это или нет? Хоть какая-то вера у вас есть. Кто за вас поручался, они прямо говорят, веры у вас никакой нет. Прям по поведению, по всему, как в дороге ехали. И вы не думайте обижаться, а наоборот, поблагодарите Бога, что у вас такие люди, которые с вами знакомы. Которые за вас поручались. И вот такое, чтобы сразу сказать, я подпись убираю свою, я вижу неверующие, я ошиблась. Это вот, а у вас это за год, это первый раз. У нас не было этого. Прямо уже день побыл, я побегу куда-то. Куда-то. Сатана гонит, не щеломих. Он боится этого, боится покаяния души. Как правило, это связано с нераскаянным грифом. Или оборки там сделанные, или еще что-то, или вина против мужа. Что-то там налеплено. Я не обвиняю вас, я не знаю вашей жизни, но я знаю, имея опыт. Убийца, он всегда защищает. Надо бить, врагов уничтожать, он убийца. А вот и не раскаялся. И так в любом моменте. Еще отдохнуть. Я попросил бы сейчас взять ведерки с нами, пройти. Прямо рядом. И там здесь у нас растет юрдак. У нас это так. Прямо рядом здесь. Ну, метров пятьдесят. На нашей арбур. Там поедите, в эти ведерки наберем. Дай, где Володя, нету. Пойдем. Пойдем, берем, где подождем. Тут что, это, печатки ведерки? Так, вы тут откройте шторку, портыш, пойдем. Поднимите ногой. Куда в колесо?